так ну что вот я наконфигурил то что хочу примерно на сто восемьдесят четыре тысячи евро 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 вот так ну и соответственно я думал пора уже покупаться из пластиковых зеркалов кстати интересный выбор пластиковые зеркал они во первых дешевле ну и хуже наверное хотя на вид это просто оформление так что она тоже самое это совершенно неважно так колесики диски все нормально вот так это дело выглядит мигалочка есть кенгурятник принципе кенгурятник можно насажать дополнительное освещение самый дешевый кенгурятник беру правда я не знаю зачем он нужен в этом случае получается щиты бампера вот на защите бампера как раз кенгурятник уберу поставлю подороже кенгурятник вот и на нем здесь можно посадить фары нет это что-то не видно они все взял к в основном достаточно дешевые все вот от коронады поставлю фары вот так странно но они как-то на конгурятник под кенгурятник под конгурятник садятся ооо как хорошо думаю это достаточно уже 187 тысячи я думаю это более чем достаточно для такой чтобы ехать а чё такое пластик краска нет мне больше нравится пластик он черным на красном выглядит довольно здорово все я думаю что так аксессуары мне никакие суп не нужны тут уже так табличка ооо руль можно поменять на эксклюзивный она подороже конечно немножечко но все на этот на этом я считаю что вот чё это такое а это этот хрен знает чё чё это такое а это такая хренька на руль нет дороговато дороговато хотя и неплохо смотрится но нафиг не надо сюда что нибудь есть 10 дэш это 1 бакс дэш то можно поставить окей а вот чё на него ставить тут прям вообще уже ничего нибудь на 50 евриков нет чё нет я думаю тут ничего это все конечно круто красиво но пока будем не будем засирать его вот ну что 187 достаточно хорошо так уже все сделано да то есть обычные перевозки конечно немножко замедленно но в основном тяжелые перевозки очень маневренный для опасных грузов это отлично придет вот и внедорожные тоже неплохо так что я считаю что одна ведущая ось здесь количество сей 3 ретарбер колесная база карточные часы ну нормально платим покупаем красиво да все покупаем погоди табличка номер 2 табличка номер 2 табличка номер 2 мигалка странно высоковато она скорее всего что-то мимо как-то ну ладно терпимо подключивает вот это вот вещь видите да расплачиваемся нужно еще один конечно конечно что-то я не понял куда вы хотите отправить почему сюда у меня ведь гараж в диссендорфе ну вот да на второе место вот окей да пожалуйста так текстурки конечно зависли слегка вот они мне предлагают дотранспортировать его самостоятельно я не против или против не знаю не против прокачусь на нем заодно вот потому что потом я 70 дней на него не сяду так я нахожусь знаете где я нахожусь в ганновере это все-таки довольно далековато от диссендорфе вот вот я бы предложил доехать до гаража на этом грузовичке во первых и время потрачу и покатаюсь на нем потому что ну почему он блин потому что я буду покататься он же новый и вот главное не раздохть его попробуем мне нравится скания тем что у нее есть навигатор красавица и нет никакой вот этой хрени посередине на лабаша вставляем ключ новый грузовик класс слышно как рычажки срабатывают нравится мне грузовичок нравится и все погнали попробуем завести тихий бесшумный в сравнении с той бандурой ну конечно вот от коронада не не это не светится фонари ну ладно хотя бы есть так попробуем показать вот табличка к счастью нормальная это хорошо попробуем ручник и поехали ну вот мигалка тоже нормально о блин руль здесь чувствительней мне сейчас направо надо дам по 0 уже привыкнуть некоторое время после того как направо и прямо по 0 мигалку выключить можно мне нравится такой тихий разгоняться не надо дворник тихий дворник тихий дворник тихий аналоговый прибор этот аналоговый спидометр мигалку после коронада после америки конечно тогда это так и здоровые зеркала там есть боковые зеркала на двери не видел особо в основном в основном те которые на капоте были были вот те которые на капоте были да их я видел как смотрится на дороге красный чертовски красный да разгоняется быстро ну без груза во всяком случае и тут есть еще электронный дисплей такой кроме навигатора на нем можно расход топлива смотреть так там развязка сейчас главное не доиграться вот единственный минус конечно что нет зеркала зеркало вот так вот приходится будет номер передачи 9 тут 12 ступень там 15 но для америки конечно больше там они мощнее да я не разучиваюсь на европе то ездить оказывается тут ограничение 80 так поиграем с дисплейчиком откроюсь контроль так температура а чё у меня полный бак кстати бонусом дали блин большие зеркало это конечно вот тормозная магистраль я кстати ее обычно и ставлю чтобы видеть вот у крана да там тормозные цилиндра они как на поезде тут конечно поменьше мне нравится шепчет просто не рычи как тут шепчет ну кабинка конечно тоже небольшая одна шторка на одного человека ну собственно ничего нормально промышленно человек нормально ничего страшного ладно я сейчас дотранспортировать хочу покататься на нем дотранспортировать этот грузовик до ёлки чё-то мотает как-то мне рука замерзла фурточка открыта лето чтобы комп не жарилась и охлаждаю фурточкой так вот странно так но до ганновера из ганновера до 10 долларов пару часов ехать то есть я думаю к полудню точно доберусь по игровому времени ой я чуть превышаю уже кстати о слышный звук предупредительный звук разделительных полос слышно за грохотом того двигателя в америке вообще не слышно было ничего подобного не нравится хорошо сразу навигатор видно а то у эвэка мне чем эвэка не нравится у них навигатора в принципе нет я люблю когда все аутентично то есть вот зеркало которое слева это второе да это не очень хорошо конечно справа то есть чем плохо тем что мне пора поворачивать так он не пропускает или нет мне и тому же развязка мне пора все спасибо а вот кстати скорость отображается в цифровом формате только в отчет не совпадает там до 80 стрелка не дошла а цифровую показывает уже 86 мне наверное нужно смогу ориентироваться на тот который больше потому что если я буду ориентироваться на той которая меньше меня теоретически могут начать штрафовать потому что тот который больше прав ну покуда это германия а не франция или италия это я не думаю что у меня сильно что функция трус краска чего росы до 95 америка так не разгонишь а сама по себе тяжелая хотя я знаешь что тут глючит а мне кажется это все таки а это не скорость это пробег елки-иголки да да такие вот симуляции такая вот симуляция интересно какие еще есть режим расход топлива сейчас бы втюхался в этот пашечку прямо в первый день зеркала здоровенные просто так комфортно прям видеть не смотреть приглядываться чё там этих маленьких зеркалах на капоте где-то в полтора метра от тебя видно можно посмотреть чё чё как я думаю я еще полчаса полчасика погамала и можно будет мне просто нужно уже выезжать из города вот думаю полчасика хватит а потом придется ехать на самом деле конечно полчасика это можно до середины рабочего дня а вот время тут не отображается а отображается уже пол одиннадцатого поэдровому мне до отдыха 8 часов до гостиницы то есть сегодняшний день я вообще прибыли не принесу просто кататься и в тот же салон в Ганновер а ну тут не знаю на самом деле так я еду пока правильно по маршруту превышать не буду потому что грузовичок тянется ровно по моему тоже в Дюссендорф собирается вот он тянется где-то не без превышения поэтому прижиматься ну сами понимаете не охота расколбасить первый же день новую машину-то хоть и виртуальную цвет зашибенный просто ой мышку дернул зачем с мышкой конечно не очень удобно вообще нужно притормозить что-то торможение двигателя применять потому что так ну что мы делаем в Дюссендорф тут уже указатели появляются значит мы прямо в непосредственной близости чего не с фарами некоторые чудаки ездят и вот почему почти в полдень видно освещение свет от фар на асфальте солнечный свет больше энергии предоставляет поэтому асфальт поэтому асфальт бы не стал вторичным источником света потому что источник света фар он менее яркий инвалидминесценция меньше то есть вот непонятно почему заметно свет фар на асфальте в полдень но время как одиннадцать еще раз так тут развязочка я на одиннадцатой передатчике а здесь на развязке в общем скорость-то где-то ну если не сорок то хотя бы 60 а здесь 80 у них почему-то никакого ограничения нет ну какие ресурсы болтают либо трясет либо болтает надо конечно еще с грузами покататься но я планирую нанять чувачка посадить его на сканин потому что если я его сразу посажу на зелок я не представляю что будет с его психикой я не представляю что будет с психикой человека если его сразу после найма посадить за роль зелка советского пусть и в отличном состоянии кстати зелок по-моему не дешевле обойдется он по-моему 400 сам по себе его нужно будет модифицировать блин энное количество это что такое коровы иное количество раз нужно будет модифицировать зелок потому что базовая комплектация там слабенькая он сам по себе вообще-то тоже достаточно слабенький так ограничения в ограничения я вписываюсь камеры скоростной так так вот поэтому я покупаю и сделаю базовую комплектацию и буду с ним трахаться 70 дней пока не получу кредит вот учитывая что я сейчас вообще-то не работаю а просто вот вот херней страдая просто веду грузовичок вместо приписки вот поэтому нужно чтобы осталось еще небольшая подушка безопасность подружка безопасности там развязочка так вот чтобы было чем выплатить кредит за сегодня потому что сегодня я тупо катаюсь на новых грузовиках то есть просто выполняет транспортирую новую новую автотехнику молодец сейчас и скорость так поворачиваемся так ну понятно что я уже сворачиваю а вот нет индикации торможения двигателем вообще жаль так у нас второстепенная зеркала есть это замечательно так 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 далее легковышка это ограничение 90 для грузовиков 80 я сейчас обгоню автобусы на автобусы кстати тоже ограничение похоже не действует так так надо было посмотреть сколько километров там длительность маршрута по пробегу можно было бы отследить дальше так прямо мне прямо да а че ты там какой то такой хитрый вылез вот не а трансмиссия не скрипит как короче в смысле коробка не скрипит при переключении передачи больше значит новая тачка ничего не шатается на гриме дворник без шума есть так и так понимаю 12 привлечь последние то есть это не 15 не америка с 15 передачами но двигатель прям шепчет просто так вот я раскочегарил конечно наверное не очень хорошая идея так раскочегарилась а ну вот и сбросил в подъемчик сейчас это хрень такая резкая чё за город ауди сюда прибыли дом родной не знаю ограничение 10 кстати все еще 80 действует просто такой резкой повороте я не хотел влетать а вот здесь уже 50 хочу посмотреть карту здесь прибыл да так подробнее слегка карту посмотреть значит вот сюда на письме направо поворачивать поэтому я хочу за пробка тут такая поворотник включу мне сейчас направо и вон там мой гараж молодец я очень такой прям молодец класс можно кстати камеру настроить чтобы с пассажирского сидения ехать зачем правда я не знаю вот вот поворотник право не выключаю потому что вот он был них время себе тут отстроили так а где фрайт лайнер так я думаю вот сюда закатую закачу его новую точку ручник только две передачи назад ну не верно так а чек не понял немножко а где там да где мой фрайт лайнер он должен быть где-то здесь а чего нет ну ладно пошли управлять функциями гаража так а вот появился гаражные места ну а этот на второе место так ну хорошо ну что мне нужно то есть да допер новую тачку да то есть так что я в сервис езду колеса фрайт лайнер починил а кстати как можно сесть за руль вот это вот этой штуки странно кстати да можно переназначить водилу да вот так значит кредит взял отремонтировал гараж теперь красивый тягач купил так нужен дальнобойщик по дальним его нужно посадить на так смс-код правил помехи ладно нужно кадровое агентство персонал вот персонал да пожалуйста не только только я но это псевдоним вот назначить чё назначить чё куда вот понятно начальная заточка перегнать продать ладно давай персонал и так в этом гараже на скане значит ну ладно не буду я ничего тут менять пока как в кадровое агентство поэтому мне нужны дальние дистанции вот здесь вот в кольне есть кадровое агентство нужно открыть больше кадровых агентство на самом деле эмили экология экологичное вождение хрупкие и срочные заказы нет мне нужны вот пётр тоже экологичные все-таки модные так это чё такое дорогостоящие конечно все чё поинтереснее вот фрэнк у него и рейтинг неплохой и экологичные и хрупкие это и срочные да вот фрэнк мне нравится да тут есть еще предложение значит тоби нет мне нужны дальние дистанции стелла но елки-палки одни бабы вот это блин отличное лицо если бы он собирался развиваться по дальним дистанциям был вообще хорошо 366 евро плюс 10 евро за километр 10 тысяч километров это стоит ну не знаю нормально я думал беру а у него еще адр а нет погоди вот этот фрэнк фрэнк на фрэнк у него экологичное вождение коричь экологичная и просит он за себя довольно много но я думал амбиции это хорошо нанимаю фрэнка я думал мне хватит денег неправильно показывает гараж диссендуров вот сюда его на фрайт лайнер сажая так что теперь посмотрим гараж он самостоятельно приступит к работе здорово здорово надо еще посмотреть как это будет работать так посмотрим где у нас тут гаражей не гаражей гаражей история развития профили навыки прежде все состояние грузовика компания компания так гаражи мои так пожалуйста значит у меня две тачки продавали на кранаде будет фрэнк статус отдых так нормально так ежедневный доход вот тут мне хватает дохода чтобы выплачивать кредит вот конечно мощность исканий поменьше поэтому и не рычу двигатель 8000 на тут 300 километров вот кстати оттуда 300 километров до этого ладно погнали начать я нанял водилу это надо его будет обязательно контролировать то есть нужен опасный кто-то чувак которого видео там по опасным грузам так погнали куда искали а вот еще в бельгии есть один салон сканер но я не знаю какой смысл мне ехать туда если я могу в ганувере купить вот поехали в целом ганувер так ну тут вот опять мой цвет выбран да я надеюсь ничего не про фокапится там где зелок чё происходит вот он и вести ладно тут сразу нужно менять конфиг потому что этот конфиг не очень не устраивает так погнали кабинка во первых здесь вот этот вот эту модификацию я считаю что вот этого зелковская штука на него лучше почему да потому что так смотрите по дефуту здесь вот тут очень хорошо для обычных перевозок так я хочу его конечно себе пока ну да для обычных перевозок это снижают зато тяжелые тяжелые я не думаю что будет гнать тяжелые потом туда обычная обычная мощность отрицать это же не нового терпима думаю вот он серии седло чтобы седло был это жесть это седло конечно но это в основном тяжелые внедорожник это в общем то же самое поэтому я предлагаю вот это вот обычные перевозки вот она будет обычная гонять обычной нормальной да так здесь по лошадям 410 и вот тут обычно чуть снижать зато преодоление подъемов и тяжести но вот обычно еще снижаются ну я думаю вот это вот терпимый такой компромиссный вариант 460 и все-таки это хорошо хотя другой стороны зачем 440 410 сойдет вот тяжелые ну да лучше вот так потяжелее сделаем хорошо трансмиссия так 16 перелетели спрячь это все в курсе понятно не очень дешевая пч 641 вот это вот трансмиссия просто шикарно дадут ретарнер спрячь все компенсирует отличная вещь отличная штука стоит пока еще приемлемую цель пошли салон внутри салона смысле забить блин кстати смотрите приборка вот тут смотрится правильно то есть та которая была на самом деле я помню отец на такой ездил царство небесное вот этот прибор на панель правильно да вот тут как-то на и странно как-то выглядит немножко странно так хорошо что у нас эксклюзивная отделка радару просто другой вот такой вот такой правильный так дальше дальше едем ты провод какой-то торчит все нормально вот это вот очень реалистично далее что касается цвета я сразу иду в пользовательский цвет сразу иду в защитный то есть зеленые зеленый такой защитный так как подвоенный менее цветной такой такой светлый да вот такой еще светлее менее менее цветнее но поярче вот такой еще посветлее можно даже вот так и пожелтее вот вот тоже то что надо да вот этот цвет это то что надо кабина тоже перекрашивается погнали аксессуары крутить так я ставлю элементал момент у него погодную погодную это лучше вот самый такой терпимый опт блин это конечно не зилковский выглядит нет нет это не аутентично аутентичность для меня это конечно важно о елке зил-4 ну вот это зилковский да зил-2 о внедорожные качества вот у этого скорее всего будет очень хороший но он будет так вот зил это дефолтная такая конфига зилковские колеса вообще-то достойное все я думаю это обычные перевозки поэтому что-то необычное ставить необходимости поэтому это обычно это одно и второе это хотя это более внедорожные такие это что-то среднее да ну а это вот вот такие зил-4 ставлю так диски потом глянем зил-4 зил-4 вот очень похоже на то что на самом деле там было так вот это вот зил-2 зил-2 ну как бы нет тоже не аутентично вот это вот да вот эти вот они зил-4 они подходят очень такие вот как раз на те которые красили в защитный цвет и были подвоенные так но это один вообще не аутентичный совершенно нет не хочу вот такие они более аутентичные на самом деле передние такие задние такие так нельзя ли не знаю пусть хочется просто чтобы было аутентичным просто вот по приколу лишь игра игра нужно чтобы развлекаться отдыхать тут хром можно поставить на это фигня это все украшательство так пошли в салон так что касается салона вот это я надеюсь это навигатор надеюсь он работает так ну смотрите 145 есть чем-то еще что можно сделать я думаю аксессуары не кабины а вот эти вот да то есть внешка то есть во первых мне нужно это что во первых мне обязательно нужна мигалка вот здесь нужна табличка стандартная табличка с надписью номер 3 так с надписью номер 3 никаких других табличек так что касается зеркала зеркала они тут вариантов нет так 3 фабрика на которую можно что-то навесить для начала ставлю маяк маячок проблесковый так так что здесь еще это что ёпт это жесть оно не надо это жестокое так это что сидушки флажки 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 нафиг не нужны так это что лес лесовозг ковер нет ковер не нужен это заводской вариант чего навигатор а это этот регистратор здесь фабрику можно поставить часы можно вкрутить да часы нужны потому что потому что тут время я не думаю что где-то оно будет может где-то отображаться еще так зеркала ничего так это фабрика зеркала это что такое антенна не ну не мешает просто бы навигатор вот навигатор может все оставить сейчас здесь что можно здесь заводской вариант это регистратор так навигатор а это что я думаю лучше при 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 пристраховаться достраховаться да и так что нужно так я сюда хочу поставить дополнительную оптику так лебедка нафиг не нужна оптика да она как будто не работает ферму буду ставить интересно ну а что еще здесь можно из полезного шасси ну можно конечно подороже шасси но дело в том что это шасси а это не подороже это просто фабрика о блин а колеса смотрите они как будто бы прозрачные вот это мне не нравится я надеюсь они не будут прозрачные при движении а не очень смотрится так ну что я не знаю что еще сюда можно вкрутить можно вот здесь какие-нибудь штучки дрючки поставить это что табличка еще табличка а здесь что море кепка мобила ого зачем здесь ружье вот это вот тоже портит аутентичность это дамская сумочка ну сумка это хорошо да сумка это как раз очень реалистично потому что здесь больше некуда ничего ставить вот ружье портит аутентичность вот это дебильно дробовик здесь вот это бред флажки не будем ставить так идем в полезное что-то трансмиссия хорошее мне вообще все нравится очень отличный просто грузовичок только вот колеса мне не нравятся давайте колеса я если они будут подороже другие да так какие-нибудь а тут нету ничего особенного да тут они тоже прозрачные вот сделай два непрозрачные аутентичные тоже непрозрачные самые реалистичные вот эти блюда отнимать внедорожное качество принимают да то есть ну он будет жрать топливо обычно и очень такие по сути дела конечно импортные тоже не хочется ставить ну давай реалистичные нет все таки я думаю вот эти вот они самые такие если уж и будет внедорожное что-то хотя нет я пока в Германии поеду куда-нибудь еще там конечно поставлю что-то менее такое ой нет я нет я аутентичные такие реальные колеса вот куда-нибудь выйду в Россию там конечно поменяю колеса в России без этого грузовичка вообще никак зачем зачем переплачивать за лепёдку не понимаю и что мой с антенной а это не антенна табличка водила так антенна ну антенна кстати пусть будет это здорово у того же есть антенна она дешевая там уже здесь так что здесь можно ферму а нет подожди а что это внутренний свет красно-зеленый синий ну будет светлый такой да что здесь можно поставить можно компас не не буду не буду еще стоять грузовичок после реставрации хочется чтобы он был как новый так все я не знаю ферму развести можно да фабрику да ферму разведу что на ферму можно ставить можно ставить и такие маячки это кстати гораздо лучше вот такие маячки два маячка таких это гораздо интереснее чем такая мигалка стандартная вот такие два маячка дополнительная оптика ферму развела дополнительная оптика ну в общем я думаю нормально 152 то что надо довольно дешевая и мне нравится по параметрам прямо обычные перевозки тяжелые и маневры и подъемы все хорошо я принимаю эти настройки вот так это дело выглядит сейчас конечно не весит дополнительность а нет вот этот штатный вроде светится или нет хрен знает еле еле ну я думаю вот это нормально номер 3 табличка заменится у меня еще деньги останутся 1080 покупаем да так вот сюда его сюда окей и похоже старый старый сканер но он не такой уж и старый поиск и на 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Нормально? Вот так нормально Два навигатора Вот зачем я его? У меня денег уже нет, нифига Я предлагаю вот что У меня до отдыха стоят 6 часов Я думаю как раз нужно Донанять там все И в рейс я не поеду В рейс поеду уже в следующей серии Потому что у меня через 20 минут Нужно точно уже все прямо Уезжать Так, ну нужно Сейчас я что сделал? Я сейчас уберу дополнительный навигатор Хотя с другой стороны Вот этот навигатор Тот, который Вот этот На нем вообще ни хрена не видно И на том-то тоже ни хрена не видно Ладно, попробуем завестись Что-то странное Тут какие-то наводки на вентилятор И что интересно Ключ нельзя вставить А, нет, можно Мигалка работает О, а это регулируется дальним ближним Это здорово Это хорошо Ну что, заводимся Дворники Че это с ними? А их че, держать надо? Похоже, дворники срабатывают Но только С шифтом Или здесь очень много режимов у них Ладно, ну-ка посмотрим Из кабины Завелись О, ключ поворачивается Это здорово Так, подсветка приборов Ну Не очень реалистичная приборная панель Вот приборная панель в зелке Это самая смачная Так, есть Подсветка Кабины Лампочки тоже не очень реалистично нарисованы У него есть шоссейка Очень реальная, да Хотя как-то странно А вот тут навигатор Глаза ломать на нем буду Ну что ж, погнали Ух ты, и тут ручник какой Зуб Похож Что интересно Он на ручнике едет Где-то с десяти С полутора до двух тысяч оборотов Нормальная На тахометре Вот Значит я делаю то же самое Еду в Дюссельдорф И возвращаю туда в гараж Потом нанимаю чувака Здесь гараж Я думаю, возможно будет какая-то тархотня с этим С этой тачкой Странный звук очень Внешне-то впоро Обзор так себе Обзор так себе Вот это мы пропускаем, дальше едем А где передача отображается? Зеркало Зеркало Настроить Вот это просто настройка Туда-сюда Ну вот Вот так вот Более-менее нормально видно Как узнать, на какую передачу я иду? А за что? За превышение, что ли? А на нем так легко превысить? А вот тут мне и штрафанул, засранец Ты кого штрафанул, козел? Ладно Так, я не знаю, на какой я передача Вот что меня немножко беспокоит Вот это как-то не очень привычно Так не знать, на какой передача ты едешь И скорость здесь тоже нужно смотреть, чтобы не превышать Потому что разгоняется он очень хорошо Вот это вот уже 50, да? Дальше там развязочка и мне нужно А я уже на 12-й, кстати говоря Торможение двигателя здесь есть Да, звук тормоза неплох Да, звук тормоза неплох Я открыл навигатор просто, чтобы узнать За что меня штрафуют 81 тысяча евро Не густо А какое ограничение? 80 А я сколько? Почти 80 Чего поворотник-то у меня? Звук это, по-моему, от МАЗа, чем... Скорее от МАЗа, чем от ЗЮКа Я, по-моему, уйду как-то слишком право От чего-то очень не совсем обычный видок здесь Да, бывает не такой 68 Я не могу искать А 작mbre Там было внутри Это много часов qu questo Никто efficiently Сейчас Ты же Ты же Это тоже новая тачка, так что ее раздухать тоже не хочется. Хочется не больше, чем он сканер. Но сканер, конечно, еще выглядит пошикарней, да. Здесь ничего не скажешь, но... Продолжение следует... Хромированная антенна выглядит плохо. Да и вентиляторы. Все вот эти шейдеры, это... Мне пора поворачивать, кстати говоря. Слегка на другую... Ну, куда ты пришел? Я же поворотник включил. Я же не знаю. Это второй навигатор, конечно, будет снять потом, и антенны тоже мешают. Все-таки это звук от Мазы. По-моему. Очень похож. Ничего себе, раскачегарился. Девяностка ночи. В рейсе, кстати, все равно не успею. И тут останется три часа с чем-то. Это для рейса маловато. Можно задание выбрать и свалить. Можно выбрать задание и свалить в гостиницу потом. А потом уже его взять. То есть выбрать, но не принимать. Потому что если примешь задание, то его можно выполнить. А если не примем, то ничего, нормально. Такая картина, конечно, интересная. Вместо пластика, дерево. Такое дерево полированного дерева. Здесь есть такой хай-тек отделки. Здесь металлическая дверь с квадратным окном. Да, это, конечно, не совсем привычно. Но 70 дней теперь отдавать кредит. Хорошо, что у меня еще запас остался какой-то там в этом... Как сказать, хорошо, что остался запас в... Запас денег на счете. Иначе было бы прям очень стремно. Так, еще идем прямо. Какой-то все-таки кривенький салон. Он очень круглый. Руль чувствительнее, чем, наверное, в Америке. Даже чувствительнее, чем в Европе. Очень смачно. Хорошая, хорошая модель. Спасибо автору. Так, у меня сейчас развязочку. Я поворачиваюсь. Я так, занимаю полосу, оттормаживаюсь. Двигательное торможение-то есть? Тут ограничение 80, а ничего, хранили 80, или 80, или 80? Ну, кстати, он, наверное, раз болтает в кабине. То есть, ход ресоров меньше. То есть, не болтает, а трясет именно. Очень реалистично, кто взялки ее делал. Тут, наверное, поймет. Хотя я тогда мелким был, мог уже что-то не запомнить. Мне, кстати, нужно правее сеть тоже. Там опять развязка, я вот, мне как раз уже, занять позицию, так, чтобы прямо проскочить. Тут стекла какие-то, действительно, что-то... А, нет, туман. Туман спускается. А, есть что-то как поворот? Я его не превышаю? Нет, не превышаю, вроде нет. Туман, это, конечно, не совсем логично. И дождь. Вот, честно, учится война с дворниками. А, они, да, они есть, но... Тут ливень, а не дождь. И почему-то... Ёб твоё. Они вообще не чистят стекло. Ну, какой мудак делал? Дворники стекло-то чистить должны, понимаете? Иначе это опасно. То есть дворники работают, стекло не чистится. Это, конечно, засада. То есть я так... Тут ливень, гроза, так смачно. Люблю под дождем ездить. А тут... Дворники не работают. Ну чё, вот так вот мне прикажут. Я так не люблю. Я так промокну. Пиздец просто какой-то. Это же опасно. Надо было не убирать навигатор. Вот, например, сейчас съезд. Ну, как тут вообще-то через... Вообще, это песец какой-то тоже опасно. А с точки зрения, говори. Или вообще дорогу не вижу, понимаете? Даже ограждение-то не вижу. Ребятки, вот это, конечно... Сильно портится впечатление от модели. Там уже иногда капают в салоне. Не, я понимаю, что... Узелка, скорее всего, салон протекать должен. Учитывая, что... Даже как-то мы его не реставрируем. Всё равно он... Чёрт, вот... Вот этот песец. Тормози давай. Кстати, без дворников это лучше. Не прямо? Не, нифига не лучше. И вообще нихрена не видно на эту песец. Просто... Так здорово портится ощущение. О, кстати, у меня через час уже... На отдых. Так что отлично, как раз, заканчиваем серию. Так... Ну... Конечно, опасность вождения этой тачки под дождем существует... из-за того, что дворники тупо... Вообще не чистят стекло. Это бред. Это же бред. Такие красивые капельки, они чистятся же должны. Я буду либо в аварии... Либо... Либо опоздавать постоянно из-за того, что... Нельзя разогнаться. До нужной скорости. А если еще и ночи? Во-во-во, о чем я и говорю. Тут остается уже практически ничего не остается. Мне уже пора собираться через пять минут. Ну, ладно, я успею ее закончить, то что я хочу. Так, посмотрим по карте. Мне пятнадцать минут ехать, игровых пятнадцать минут, так что... Оп. Там поворотик где-то намечается... Либо съезд какой-то. Съезд коммунистической партии. Вот это вот, это жестокое сейчас проехать. Такое. По сути, без дворников. Ну, зато штрафовать надо дворники-то работают. Приборная панель маловато, они там больше. Тоже недостаточно аутентичны. Здесь тепло... Светофором. А, мне ее за этим светофором, кстати, поворачивать. Кто-то, кто-то мне так резко... О, жесть какая. Док светится. Форд Транзит. Единственное, что вот он спереди, конечно, шикарно выглядит. Вот после остановки и начиненного движения, как бы, капли пропадают. Вот. Так, где-то здесь самый гараж. А, вон. Я его не узнаю, потому что... И лампочка как-то прям очень странно так моргает. Так, я-то на третью позицию ставлю. Конечно, вторая Фрайтвайнер. Первая сканер, да? Ну, впрочем... А, нет, заезд тут все равно только в первую. Но... Чёрт, чёрт. Иди сюда. Окей? Шест. Одна только задняя, ну вот И блокнет быстро, слишком Слишком быстро, ну конечно Конечно, да, двурники Отсутствие двурников, это конечно плохо Ладно, значит Управляем функциями гаража Пошли Так Антон, десентуров, три места Нужно персонал посмотреть Вот, меня Зелка Нужно, значит, вот в этот гараж На А, нет, все нормально Все нормально, это нужно Я тут на зелке и останусь Нужно кого-то нанять на скане Значит, на скане нужно нанять Кого-то, кто Дальняя дистанция, да? Опасная, не, опасная груза, да? Вот раз опасная груза, так Пошли нанимать водителя Опасная груза, вот они Опасные Ну что, вы умеете, Эмили Переводить опасную грузу? Нет, наверное, умеет Вот, Филипп, вот этот хорош Тоби, тоже не ничего На, у Филиппа два этих Да, значит, нанимаем вот этого Кудрявчика Уже еще и вот этот, что такое Ценные грузы Да, ну вот Нанимаем Так, сюда, вот в этот гараж Он почему-то отображается в кельне Хотя он Да, опасная груза на скане И потом нельзя его пересадить Если будет плохо работать Сразу сажать его, нельзя его не надо Испугаем Все, хорошо Так, что теперь? Нужно до гостиницы отправиться А дальше уже начать пахать, пахать, пахать Потому что вот здесь у нас банк Открываем Видим, да, у нас тут Непогашенный кредит Все Дальше Еду Перерывчик Делайте Да, то есть в гостиницу На Зилке Еду в гостиницу Там все его падают Так, что такое? Карта Так, тут гостиница Вот она, рядышком Прям вот Все Пам Можно сказать В салон Там какой-то салон Тут один километр на минутку буквально О, тут взгляд задний вид Можно прям нормальный сделать Да, это, конечно, здорово Ручки такие Хромированные Все-таки нереально Кабинка так сегодня Мне не очень нравится На самом деле Так, ну-ка Че там Погнали? А, ручник Сейчас ручник Че так резко? Выкатываемся Конечно, нужно Центровку тоже Отработать Ну, нерабочие дворники Это, конечно, засада Самые максимальные Все, какие могли бы быть Так, я так Что-то еще Нужно не скостить Синюю зеркалу Что-то не снять Так, они Кому не проехаться Так, гостиницу Погнали ДТД, да? Выворачиваем Время уже Шесть Сейчас, сейчас Продолжение следует... Продолжение следует... А, вон оно Только я Не пойму А как Пробраться А, ну, просто Да Только нужно Нужно реально Сорвнуть Черт Только не ДТП Сейчас Завтречку Завстречку Штрафонод Так, отлично На бордюр заехал Ничего Он как-то Очень Это самое Разгоняется Хорошо Причем Автоматическим Автоматическим Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Стоимость топлива И прочие расходы Составляют Минус 420 Вот не надо Закрывать этот Навигатор Доход от водителя Франка 386 евро Доход от водителя Филипп М 951 евро Доход от водителя Франка 403 евро То есть Не надо Закрывать Вот этот Навигатор Надо его Сделать Менее Таким Навязчивым И Тут Просто Можно Посмотреть На самом деле Компанию На пора Уже Вообще К мне Ехать Да Уже Все Прям Пора Через 45 На Поезд Так что 15 минут На